Приветствую вас, и если отвечать на ваш вопрос, скажем так, буквально, да, то вот если вот прям просто постараться ответить на ваш вопрос буквально, то можно сказать так. То, для чего мужчина спрашивает вас, как ваши дела, вас раскрывается через то, что вы чувствуете. То есть, если вы чувствуете, например, ну, допустим, надежду, что ваши отношения могут восстановиться, да, ну, например, например, если вы чувствуете вот это, то это означает, в свою очередь, что именно этого и хочет мужчина. То есть, я имею в виду, я имею в виду, что если человек спрашивает у вас, как ваши дела, а при этом вы расстались с ним, значит, он, скорее всего, на что-то надеется, значит, он, скорее всего, чего-то хочет. И если вы в ответ чувствуете то же самое, ну, то есть, если вы в ответ чувствуете, что хотите того же, да, вот, что, соответственно, я полагаю, что это и является тем, что мужчине нужно, вот, я полагаю. Значит, это ключевой момент, значит, смотрите, какая история. Мужчина спрашивает вас, как у вас, собственно, дела. Это означает, это означает, что человек не готов вас отпустить. Ну, правильно же, если он не готов вас отпустить, значит, вы ему, вы для него, очень много, значит, не смотря на то, что он с вами, ну, грубо говоря, расстался, вот, ну, сейчас, вот, на сегодняшний день. Вы для него по-прежнему многое значите, но он не готов быть с вами в отношениях сейчас. На данный момент, на данный момент мужчина с вами в отношениях быть не готов. По какой-то причине он боится, может быть, отношений с вами? По какой-то причине он, может быть, склонен их избегать? По какой-то причине, может быть, ему некомфортно с вами? По какой-то причине, не знаю. Этого я не знаю, не могу знать. Вот. Но, совершенно однозначно, совершенно однозначно, я могу сказать, что человек в вас заинтересован. И если вы сами для себя увидите этот момент, то есть, если вы сами для себя увидите этот момент, увидите, почему мужчина не готов, ну, допустим, с вами расстаться полностью окончательно. Да? Вы сможете понять, для чего ему это. С другой стороны, с другой стороны, нужно понять и другое. что затем, что вы спрашиваете, откроются какие-то ваши желания. Ну, ваши собственные желания, я полагаю. И вы либо эти свои желания стараетесь реализовать, потому что они важны для вас в любом случае. Либо вы так и будете переживать, либо вы так и будете грустить за этого человека, который вас, может быть, даже не оценил. Понимаете? А если человек вас не оценил, если человек не способен был вас оценить, то нужен ли он вам тогда вообще рядом. Понимаете? Ну, это уже такой немножко другой вопрос. То есть, вот то, что нужно понять, да, сейчас, это именно вот такой момент. Что мужчина не может вас забыть и что вас это задевает. Ну, то есть, у вас есть какие-то эмоции по этому поводу, понимаете? И это цепочка. То есть, своего рода зависимость. Да? Это зависимость. Что вот, как бы, вот я, да, вот мое настроение, моя позиция и вот это, значит, собственно, человек, который влияет на эту мою позицию. На эту мою точку, точку зрения, ну, например, например, я не говорю, что обязательно это должно быть, да? Просто, ну, чтобы вы постарались понять сами, вот, как это происходит. Вот так. Так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Конечно, более точно можно ответить, если вы больше информации дадите и о себе, и о молодом человеке, да. То есть, если вы позволите рассмотреть, ну, если вы позволите рассмотреть всю ситуацию целиком, как она есть вообще. Тогда можно будет вам как-то лучше, ну, лучше помочь, помочь, можно будет вам порекомендовать что-то более конкретное. С другой стороны, вы же, вы же просто хотите человека понять, если я, ну, если я правильно, правильно увидел ситуацию. Вы хотите просто понять человека, и тонкость она вся в том, на самом деле, тонкость она вся в том, для чего именно вы хотите понять человека. С какой целью, понимаете? Это вот, на мой взгляд, является, является очень, очень важным. Потому что от этого зависит то, как вы ни много ни мало будете строить дальнейшую свою жизнь. Значит, соответственно, так, вам 24, соответственно, может быть, вы уже в этих отношениях, ну, вы вообще в отношениях, может быть. не в первый раз. И я так понимаю, что, если вы в отношениях не в первый раз, то у вас, возможно, были неудачи. Возможно, возможно, у вас, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Это постоянно будет с вами происходить, понимаете? Постоянно будут проблемы, постоянно будут трудности какие-то. Вот. А на этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А желаю вам всего самого доброго и удачи!